Репродуктивные исследования начали изучать связь между воздействием кофеина и такими параметрами воспроизводства как качество спермы, объем спермы и созревание яйцеклеток. Предыдущее исследование обнаружило, что дозы кофеина, превышающие 400 мг в день, могут снижать подвижность сперматозоидов или увеличивать процент мертвых сперматозоидов, но недостаточно, чтобы отрицательно повлиять на фертильность самцов. Крысы, подвергшиеся воздействию высоких доз кофеина, у маток развивались яичники меньшего размера по сравнению с контрольной группой. Это исследование также показало, что стимулированное производство тесостерона в органах было снижено в клетках лейдика, полученных от крыс, получавших высокие дозы кофеина. Датское когортное исследование беременных показало, что мужчины, рожденные от матерей, выпивающие 4-7 чашек кофе в день, имели более низкий уровень тесостерона, чем сыновья матерей, пьющих от 0 до 3 чашек кофе в день. Субтитры создавал DimaTorzok